привет девочки всем привет доброе утро понедельник начало рабочей недели покажу вам сегодня палантин который я вчера делала он же высох и после вчерашнего эфира некоторые девочки писали что лена покажите поближе рюшечки расскажите как вы их делали а вот поэтому привет 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 кто присоединяется очень рада видеть вот поэтому сейчас я вам покажу палантин поближе вот и покажу то что получилось значит доброе доброе время суток здравствуйте у нас утро наверное часов где-то 11 вот утра до всем привет как у вас вообще настроение начало рабочей недели понедельник планов громадье здрасте здрасте оля всех рада видеть девочки так итак начнем у меня конечно не запрограммированный эфир но я приехала студию увидела что извините у меня тут немножечко отвалился йоговский коврик который стоит у меня внизу студии под столом значит и пришла утром студии вы увидела что палантин уже высох и я думаю покажу я его вам сегодня потому что его сразу заберет заказчица он ей нужен значит итак показываю вот смотрите что получилось вот видите эти рюшечки значит как они формируются вы когда раскладываете шелк на столе рабочем да когда начинаете только делать палантин доброе утро доброе здравствуйте и очень большое спасибо за то что вы любите мои работы да так вот девочки когда вы раскладываете шелк на столе чтобы вы не делали шапку там жилет платье какую удобно какой угодно вещи вот вы хотите сделать технику но на войлок вы раскладываете шелк на столе да и вы его немножечко вот так вот присобираете да сразу же вот и он у вас должен быть как гармошечкой сложен да гармошечкой мы говорим сейчас привет привет мы говорим сейчас про обратную раскладку то есть вы сначала выкладываете шелк делаете вот такие вот гармошечки и потом закладываете его шерстью вот неважно какой раскладка горизонтальной вертикальной елочкой все равно абсолютно заложили потом по вашей задумке если вы хотите можете положить привет моя любимая кейт устинова с добрым утром вот потом вы положили вискозу залили все и валяете 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 эти рюшечки а когда вы их прожужите машинкой и значит сделаете все что вам нужно они у вас будут прилипшие вот такие вот плоские их нужно поднять во время валяния то есть чуть-чуть приподнять чтобы они у вас полностью не валялись полотно потому что потом вам их будет намного сложнее вытащить вот то есть вот в состоянии прифельта в эти рюшечки все приподнимаете приподнимаете и потом у вас получается уже в процессе валяния вот такие вот красивые фактуры да покажу вам сейчас как смотрится этот палантин ну во первых здесь было а я делала какую раскладку у меня была однослойная однонаправленная ну вот если мы говорим про палантин да что вот вот так вот на разложенных на столе вот такой в длину да то раскладка была однонаправленная по направлению ко мне то есть вертикальная да поняли то есть однонаправленная а вискозу я потом раскладывала облачками вот получается очень такое пластичное полотно она прямо такой тоненькая тоненькая получается ну палантины их лучше делать одна слойная раскладка потому что даже вот если елочку я делаю там паркетку она все равно получается чуть-чуть потолще а вот и если Делать однонаправленную, опять же таки, это зависит от того, какой у вас стол. Если вы, допустим, у вас стол длинный и широкий, то вы можете себе варьировать, куда вам лучше, чтобы палантин сел. Или в длину, или в ширину. Если у вас есть куда двигаться в ширину, тогда делайте вот эту вот однонаправленную, вертикальную. Потому что вообще, конечно, лучше, если палантин будет длиннее, чем он будет короткий и широкий. Поэтому играйте в зависимости от того, какой вы хотите получить, в общем, его размер и результат. Значит, показываю, что у меня получилось. Смотрите, ну цвет, конечно, бирюза, вообще огонь. Вот посмотрите, как он смотрится. Видите, видно вам вот эти вот переходы цвета. Значит, сюда пошло больше пяти метров натурального шелка. Это было два разных отреза, два разных таких кустка. Вот один был бирюзовый, вот такой вот с пайетками. Вот, посмотрите, вот как они смотрятся, да? Очень красиво, по-моему. Вот, а второй был вот такой вот немножечко цвет морской волны с мятой. Вот, и получился шикарно, спасибо. Вот, вот такой вот он, посмотрите, он весь переливается, горит. Вот эти вот рюшки красивые. Да, и покажу вам сейчас, как... Ну, он такой широкий получился, где-то, наверное, сантиметров восемьдесят и метр восемьдесят в длину. То есть, такой большой, да? Видите, вот по концам здесь я сделала, выпустила шелк. Не забывайте этого делать, потому что это всегда добавляет красоты к вашим вещам. Вот, и покажу, как сегодня уже переливается вот эта вот вискоза наизнанке, да? Потому что заказчица попросила, чтобы было золото. Вот, у нее платье такое желтенькое будет желтым и какие-то, наверное, бирюзовые туфли. Я думаю, что это какой-то будет юбилей. Вот, и покажу теперь, как оно смотрится все с другой стороны, да, допустим. Спасибо, девочки, спасибо за добрые слова. Мне тоже он очень нравится. Вообще, я, конечно, когда делаю такие вещи, у меня сразу же появляется столько вдохновения, и мне хочется делать еще какой-то, еще какой-то новый. Вот, посмотрите, как он случится с другой стороны, да? Ну, по-моему, тоже очень красиво и эффектно. Вроде бы как один... Сколько ушло шерсти? Любовь, у меня ушло шерсти. По-моему, 70 грамм. 70 грамм шерсти и где-то грамм 80 вискозы. Вот так вот. Ну, меньше у меня не получается, потому что, ну, раскладка где-то 2,20 на 90 сантиметров. Вот на эту площадь шарфа, да, у меня вот уходит грето 70-80 грамм шерсти и где-то грамм 80-90 вискозы. Опять же таки, вискозы зависит от того, как вы ее там будете... Насколько много вы ее будете ложить, да, на ваше изделие. Чем обработаны выступающие края? Ну, они, смотрите, это просто вот я выпустила кусочки шелка, да? То есть, вот палантин, ну, лежали, да, отрезы. И я края не закладывала шерстью. Я их оставила, выпустила, да? И поэтому они получаются вот такие вот, как рюшечки, да, они остаются. Вот. Все так вот. Понятно? Вискозы, да, сплошное покрытие облачками, причем здесь было три вида вискозы. Одна была, по-моему, где-то цвет кобальт, потом даже три, во-первых, три вида вискозы разных производителей. Это была итальянская вискоза, это была вискоза российская, да, скажите мне, как называется этот производитель российской вискозы, он один. И была болгарская вискоза, вот. И сначала я выложила все кобальтом, потом я выложила облачками вот эту российскую вискозу, которая была немножечко другого цвета. А вот это вот золото, это болгарская вискоза, которая продается в таких колечках. Вы знаете, вот кто-то пробовал, троицкая, вот, правильно, да, правильно, извините, я забыла. Вот, вот эта вот болгарская вискоза, которая в колечках, она очень классна, когда добавляешь ее в самом конце, да. Что получается? Я эти колечки разрезаю, да, потом режу на какие-то такие сектора, и потом я ее растягиваю вот так вот по палантину. То есть она, чем хороша? Она, знаете, имеет такое свойство, как платочки вот эти, которыми мы ламинируем верхний слой, вы поняли? Вот, то есть она дает красивый блеск, она очень хорошо ламинирует все, что было. И вот другая вискоза не дает такого эффекта, вот, как вот эта вот болгарская. Она такая очень прикольная, мне очень нравится. Вот, и ее я обычно уже вот, чтобы я не раскладывала, если я ее использую, я ее добавляю все время в самом конце, потому что она чуть потолще, по-моему, чем вот итальянская троицкая вискоза. У нее другая плотность. И она вот красиво вот так вот растягивается, прям такой хорошей-хорошей интересной волной. Ну, вот вы сами видите, то есть ее вот так раскладываешь, и она дает такой очень интересный блеск. Вот она вся перламутровая, и она вся очень красивая. Вот, поэтому вот это вот, вы можете ее использовать как вот в качестве, да, таких вот, ну, вот платочки, которые мы используем, шелковые, да, которые сверху кладем наших декоров. Но болгарская вискоза намного дешевле, чем платочки. Поэтому, если вам... Привет-привет, кто присоединился. Вот, поэтому, если вам хочется сверху заламинировать какие-то свои богатые декоры или добавить чего-то такого блестящего и красивого, то болгарская вискоза, она очень хороша. Продает ее, по-моему, магазин, называется Экохобби, насколько я помню. Ну, я покупала, это для тех, кто в Болгарии или там в Европе находится, я покупала ее, у нас в Украине есть, ну, наши интернет-магазины, которые торгуют этой болгарской вискозой. Я думаю, что и в России есть магазины, которые торгуют болгарской вискозой. То есть, она отличная, просто вообще прекрасная. Вот, ну, вот, показала вам новый палантинчик. Я думаю, что вам он понравился. Вот, если есть вопросы, девочки, задавайте, потому что буду отключаться и продолжать рабочий день. Кого что интересует еще? Если, кстати, хочется познакомиться поближе вот с этой техникой создания вещей в ноновой локе, с рюшечками, с там, как, с вискозой, с формированием декоров из шелка, у меня есть очень-очень-очень недорогой мастер-класс, вот у меня на сайте. Там называется он «Блуза с шелковым цветком и рюшечками». Она по каким-то очень символическим ценам продается, сейчас на нее акция. И вы можете там освоить и виды раскладки разные, и то, как работать с шелками, чтобы получать красивые фактуры, и то, как валять. Какой шелк используете, Любовь? Ну, шелк в данной ситуации был натуральный, и был здесь один шелк-шифон, а второй просто шелк. Вот, поэтому, вот в этом палантине было два вида разнофактурных натуральных шелка. Вот, ну, вы можете использовать абсолютно другие, ну, любые шелка. Вот, кстати, сейчас покажу вам этот лиловый палантин, который вчера показывала вам небольшие кусочки его, да, тоже покажу, как он смотрится к вопросу о шелков. Вернемся. Вот, посмотрите, пожалуйста, он в другой цветовой гамме, в такой серо-лиловой тоже интересной. Вот, ну, вот здесь вот много-много тоже всяких-всяких-всяких разных шелков, вот, и получается, вот он смотрится вот таким способом. Здесь вот я использовала и кусочки префельта, и разные шелка, и разные ткани, и панбарфат, и вискозу, и органзу, то есть здесь очень много всего использовано. Вот, посмотрите. И этот палантин такой, конечно, вот он сейчас на это время года, он вообще просто классный. То есть, посмотрите, в него можно вот так вот закутаться, и даже маска не нужна во время пандемии. Вот, поэтому пробуйте любые шелка, любые ткани. Вчерашнюю запись, да, можно посмотреть вчерашнюю запись, она у меня есть в профиле. Там отдельно тема выставлена, написано, как сделать рюшечки в нунновойлоке. Поэтому заходите, смотрите в моем аккаунте, и там все видно. Да, спасибо. Вот этот лиловый, конечно, тоже такой очень эффектный, очень. И он такой прямо огромный-огромный, знаете, его можно использовать прямо как пончо. Такой вот, посмотрите. Можно с этой стороны, да? Да, нарядный. Спасибо, девочки. Ну, это, конечно, вещь, которая будет служить и радовать очень много лет любого обладателя ее. И, опять же-таки, мне очень нравится, что палантины все двухсторонние, да? Вы же понимаете, что вот эта техника нунновойлока, она дает возможность нам делать вещи. Посмотрите, вот видите, вот он тоже очень красивый такой. Цвета классные и фактуры классные. Такой очень интересный. Вот этот палантин, да, он немножко тяжелее, потому что здесь более плотной ткани, и он делался именно таким, знаете, теплым, чтобы он был на вот это вот время года теплым, да? И он был такой основательный. Он и по ширине больше, и по длине больше, и он такой уже, знаете, в него там закрутился полностью, и уже пошел никакой мороз, не страшен как раз вот на это время года, когда холодно-холодно. Вот, поэтому, если кто-то интересуется палантинами, тоже заходите на сайт, смотрите там все варианты того, что есть в наличии, выставлены. Задавайте вопросы. Вот, задавайте вопросы на страничке моей, на аккаунте. Буду рада на них ответить, и буду стараться встречаться с вами почаще. Потому что посадили нас всех по домам. Конечно, раньше с большим удовольствием мы все встречались на мастер-классах. Я приезжала в разные города, видела всех, и мы обменивались идеями, обменивались вдохновением, и это было очень здорово и интересно. И в Питер приезжала, и в Европу, и у нас в Украине во многих городах общалась с девочками. Сейчас поездки, к сожалению, у нас временно очень ограничены. Поэтому давайте будем встречаться в интернете и делиться своими планами, опытом и знаниями. Спасибо большое, да, девочки. Всем здоровья, берегите себя, пожалуйста. Придерживайтесь мер безопасности, потому что все-таки маски носить нужно. И постарайтесь за это время провести вообще это время с пользой для себя, чему-то интересному научиться. Если в руках есть специальность и есть вообще возможность творить, вот я вам скажу, что это замечательно. Даже сделать дома какую-то маленькую шапочку или варежки или шарфик для своих близких – это обязательно вам доставит вообще массу удовольствия, и вашим близким масса удовольствия, и, конечно, поднимет настроение. Поэтому всем хорошего дня, вот, творите, будем потом делиться, кто что сделал, и до новой встречи. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok